Движение 5165 объявило о выходе из освободительного движения и начале собственной борьбы с требованием отставки правительства Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. В понедельник в ходе пресс-конференции член-учредитель движения 5165 эксперт по международным отношениям Минуаса Гаманян обнародовал соответствующее заявление. В нем сообщается, что 5365 требует отставки правительства с целью предотвращения вброс безопасности и территориальной целостности Армении последовательной реализации антиармянских шагов в карабахском вопросе. Мы будем инициировать встречи и консультации со всеми силами политического поля Армении. Всеми общественными объединениями и отдельными известными личностями, которые разделяют наше беспокойство и согласны с этим требованием. В заявлении также упоминается документ, подписанный 26 ноября в Сочи премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 26 ноября Пашинян в Сочи подписал трехстороннее заявление, в связи с которым президент РФ объявил, что до конца года будут готовы механизмы делимитации и демаркации. Мы хотим, чтобы власти представили эти механизмы. В свою очередь общественный деятель, основатель движения 5165 Карин Танаян представила причины выхода из освободительного движения. По ее словам, раскола не было. Решение об отделении было принято после обсуждения. Она сообщила, что за ту неделю, когда 5165 совместно с освободительным движением проводила митинги в Ереване, удалось достичь поставленной цели. Инициировать общественное недовольство и показать, что в Армении есть люди, выступающие против сочинского документа 26 ноября. Второй наш шаг – отставка Пашиняна. И мы идем к объединению, чтобы суметь всеми силами дойти до нашей цели. Сказала Карин Танаян. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok